Начнем мы с короткой исторической справки, а потом последовательно пройдемся по главным объектам, включая мост, театр, сохранившееся здание Акрополя и конечно же Акведук. Ему будет полностью посвящено отдельное видео. В конце будет несколько практических советов по посещению Аспендеса, а таймкоды вы как всегда найдете в описании к видео. Приятного просмотра! Субтитры подогнал «Симон» Это Памфилия, область на южном побережье Малой Азии, между Ликией на западе и Киликией на востоке, а это Аспендес. Под таким названием город известен у Ксенофонта и Фукидида. Наряду с Сиде и Перге, Аспендес является одним из самых важных памфилийских городов. По легендам, город был основан прорицателем Мопсом за тысячу лет до н.э. Согласно же археологическим данным, поселения на месте Аспендеса существовали во времена хеттов в 8 веке до н.э. В истории Аспендес известен с 5 века до н.э., когда город оказывается втянут в конфликт между греками и персами. На протяжении нескольких веков город будет переходить от одних к другим, что, впрочем, не помешает ему стать одним из самых богатых и развитых городов региона. Монеты, чеканившиеся тут, можно было встретить по всей Анатолии. Кстати, даже находясь под властью персов, город продолжает чеканить собственную монету, что, вероятно, свидетельствует об относительной автономности Аспендеса. На монетах, чеканившихся тут, можно часто встретить Трискелеон и Прачника, род войск, которым был знаменит Аспендес в античности, а с обратной стороны монеты – двух борцов. Обратите внимание на вертикальную надпись слева от Прачника – Эстфеди. Это еще одно название города. Считается, что экономическое благосостояние Аспендеса было основано на производстве зерна, оливкового масла и на разведении лошадей, порода которых считалась очень ценной. Часть дани персам, город даже выплачивал лошадьми. В 465 году тут разворачивается битва при Эвремидонте между Делосским союзом и Персией. Кстати, не путайте с другой битвой при Эвремидонте, произошедшей в 190 году до н.э. между Ганнибалом и Родосцами. После победы греков Аспендес присоединяется к Делосскому союзу. Но в 411 году персы снова захватывают город. В 389 году до н.э. Фрасибул, желая восстановить влияние Афин в этом регионе, отправляется в поход и угрожает Аспендесу. Жители решают откупиться, чтобы избежать разграбления города. Фрасибул принимает выкуп, однако его воины все равно разоряют окрестности. Вот как описывает произошедшее событие Ксенофонд. Для укрепления духа войска он собрал дань с многих городов и причалил к Аспенду, въехав в русло реки Эвремидонте. Он собрал уже дань с Аспендейцев, когда жители, разгневавшись за грабежи, произведенные воинами на их полях, ночью напали на его палатку и изрубили его. С 333 года до н.э. Аспендес оказывается под властью Александра Македонского, который обязывает город платить дань. После его смерти город становится предметом постоянных споров между селевкидами и Птолемеями. В 133 году до н.э. Аспендес попадает под власть римского государства. В имперский период он входит в состав провинции Галатия, а позже Ликия и Памфилия. Период наибольшего расцвета приходится на 2-3 века н.э. Предполагают, что в это время население Аспендеса достигало 20 тысяч жителей. Кстати, во время подготовки материала для видео мне попалась информация о том, что приблизительно прикинуть население города можно исходя из количества мест в театре, умноженное на 10. Так что если принять вместимость театра равной 7-8 тысячам, тогда бы у нас вышло уже 70-80 тысяч населения. Аспендес расположен на плоском холме, который на 30 метров возвышается над окружающей равниной. Основные объекты Акрополя, такие как нимфеум, базилика, гора и торговое помещение располагаются на плоской вершине. А у подножия с восточной стороны находится стадион. Чуть южнее здесь же расположен театр, который считается наиболее хорошо сохранившимся античным театром в мире. С северо-западной стороны холма к Акрополю подходит Акведук, а у подножия холма с юго-востоком можно найти руины так называемых малых бань и гимназия. Начать я предлагаю не с самого Аспендеса, а с моста через реку Эвремедонд. Его вы, вероятно, и посетите первым, если окажетесь в этих краях. Мост находится несколькими километрами ниже по течению относительно города. Кстати, сам Аспендес от побережья отделяет около 15 километров. Сейчас не кажется, что корабли могли подниматься по Эвремедонту до Аспендеса, но в древности, согласно Фухедиду, Эвремедонд был судоходной рекой вплоть до самого города. Благодаря своему месторасположению, Аспендес контролировал все движение по дороге между Ликией и восточными регионами Малой Азии. На табула Пехтенгериана дорога Эсперге и Селиона пересекает Эвремедонд как раз рядом с Аспендесом. Тот мост, что мы видим сейчас, был построен сельжуками в 13 веке, но возведен он был на основании отечного сооружения, существовавшего здесь ранее. Это и обусловило его необычную форму зигзагообразным сгибом центральной части. В стенах моста можно увидеть вот такие необычные блоки. Если вы захотите рассмотреть их поближе, то некоторые из них можно увидеть лежащими на левом берегу. Это каменные блоки, которые формировали трубу сифона Акведука. Сельжуки и римляне использовали их для ремонта моста. Так, в частях конструкции, относящихся ко времени сельжуков, насчитывается около 15 блоков, а в римской части целых 250. Но почему части Акведука оказались вмонтированными в конструкцию моста? Дело в том, что мосты Акведука серьезно пострадали во время землетрясения в 364 году. Предполагают, что Акведук был поврежден столь сильно, что ремонт его был нецелесообразен. Наличие же моста на торговом пути с востока на запад было очень важно для процветания города. Поэтому жителями Аспендеса было принято решение использовать части разрушенного Акведука для скорейшего восстановления моста. Впрочем, есть и другая версия. Согласно нее, мост был возведен уже после разрушения Акведука, а ранее его и вовсе не существовало. Таким образом, исследователи до сих пор не пришли к единой точке зрения. Использовали римляне материалы сифона Акведука для ремонта существовавшего ранее и пострадавшего от землетрясения моста, или же возводили с их помощью новый. Если вторая версия верна, то мост был построен только в 4 веке нашей эры, так как до этого момента Акведук Аспендеса функционировал. Мост состоит из пяти арок, плюс две дополнительные расположены уже на берегу. Это нужно на случай разлива реки. Ширина его составляет 5 метров. Римский мост был выше того, что мы видим сейчас. Насчет того, насколько же он был выше, исследователи также не пришли к единому мнению. Считается, что как минимум на 5 метров. На левом берегу осталась рампа и арка римского моста. Посмотрите, насколько она выше того, что мы видим сейчас. Кстати, ширина рампы и остатки опор указывают, что римский мост был не только выше, но и шире того, что построили на его месте Сельджуки. Ширина римского моста составляла около 10 метров, а длина была около 260. Мост примечательен тем, что в средине его имеется зигзагообразный излом. Часто туристам объясняется, что это облегчало защиту моста, но это не так. Как вы помните, римский мост был шире нового моста – 10 метров против 5. Сельджуки при реконструкции использовали наиболее прочные части римских опор, а они не располагались на прямой линии. Части моста римского происхождения, как видите, идентифицировать несложно. Сельджуки достраивали мост из известняка. А для римского моста использовался конгломерат. Он добывался с северной стороны холма, где располагается Акрополис. Из конгломерата построены многие здания Акрополя, например, базилика и нимфеума. И еще одна интересная деталь. При исследовании и реконструкции моста были найдены вот такие металлические брусы квадратного сечения с крюком на одном конце и отверстием на втором. Они использовались для фиксации каменных блоков в опорах моста. Брусы имели сечение 7 на 7 сантиметров, длину около полутора метров и весили около 60 килограмм каждый. Эти фиксирующие элементы устанавливались в выдолбленные пазы, входили в зацепление друг с другом и замазывались раствором. А сверху укладывался следующий ряд каменных блоков. Если вы все еще смотрите это видео, осмелюсь предположить, что оно показалось вам интересным. Пожалуйста, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Когда количество подписчиков достигнет 500, то на канале станет доступна вкладка сообщества. А это очень важно, так как там можно будет проводить голосование о теме следующего видео и публиковать дополнительные материалы. А ведь часто бывает, что новая интересная информация находится уже после выпуска видео. Театр был построен во времена правления императора Марка Аврелия. Над входом имеется надпись, правда рассмотреть ее с уровня земли не представляется возможным. Но благодаря этой табличке мы с точностью можем сказать, что архитектором является Зенон, сын Теодора, уроженец Аспендоса. А профинансированное строительство театра было двумя братьями – Курцием Криспином Арунтеатом и Курцием Криспином Ауспикатом. Жертвование значительных сумм в пользу города или возведение на свои средства общественно значимых построек было довольно часто практикой. Для состоятельного человека с политическими амбициями это было отличным способом заручиться поддержкой граждан и повысить свою популярность. Ну и, конечно же, простое тщеславие тоже никто не отменял. Театр Аспендоса – один из самых больших римских театров в Малой Азии. А также это один из трех античных театров с сохранившейся скеной. Двумя другими являются театр в Оранже во Франции и в Босре в Сирии. Прекрасное состояние театра объясняется тем, что город был населен и в византийский период. А во времена Сельджуков театр старались поддерживать в хорошем состоянии и несколько раз ремонтировали, так как здание использовали как караван-сарай. При сооружении театра, как это часто бывает, был использован рельеф местности. Сохранившиеся здания Аспендоса занимают плоскую вершину, вытянутого с севера на юг холма. Театр же примыкает к нему сбоку. Зрительские трибуны – театрон или кавэ – располагаются на восточном склоне холма. Ширина фасада театра составляет почти 100 метров, а высота достигает 22. По разным подсчетам он мог вмещать от 7300 до 7600 зрителей. При этом ширина места для одного зрителя принимается равной 45 сантиметрам. И до 8500 в случае, если были бы также заняты все лестницы и проходы. Иногда, впрочем, называется число в 20000. Но совершенно непонятно, сколько в этом случае места приходилось на одного зрителя. По своему типу театр Аспендоса относится к римскому. Отличие от эллинистического театра было в форме оркестры и расположении театрона. В театре Аспендоса 41 ряд сидений. Кавэ разделялась на две части диазомой – широким полукруглым проходом между зрительскими рядами. Нижняя секция или има кавэ состоит из 21 ряда, а верхняя сумма кавэ – из 20. Зрительский сектор назывался кунеус. Первый ряд для важных персон. Здесь места со спинками. Оркестр по периметру обрамляет канал для стока дождевой воды. По бокам от скены расположены две прямоугольные в плане башни, которые, как ни странно, назывались базилики. В них располагались проходы, через которые зрители могли попасть на нижнюю кавэ. Такой проход назывался породом. На верхнюю кавэ можно было подняться снизу или воспользоваться входами со стороны холма, которые сразу вели на диазому. Кстати, на стенах базилик можно увидеть следы штукатурки с нанесенным орнаментом. Но это уже относится ко времени реконструкции театра сельджуками. Над рядами проходит аркада, где можно было спрятаться от солнца. Впрочем, для защиты от солнца над рядами сидений также могли натягивать полок. И сейчас можно видеть отверстия для монтажа деревянных мачт, которые использовались для установки этого полотняного навеса. Субтитры создавал DimaTorzok Как уже говорилось, театр Аспенда сопримечателен тем, что скена сохранилась на всю высоту. А это графическая реконструкция оформления скены. Что удивительно, многие элементы, украшавшие ее, сохранились до сих пор. Скена имела два этажа, каждый из которых был украшен двадцатью колоннами ионийского и коринфского ордера. А в нишах располагались статуи. Через пять проемов актеры могли выходить на проскене. Центральный выход назывался Porta Regia, а остальные Portaia Hospitalis. Согласно традиции, из Porta Regia выходил главный герой пьесы. Из правой двери второй по значимости персонаж, из левой третий. Как выстраивалась приоритетность в случае наличия пяти дверей, для меня осталось неясным, но надеюсь, что общий принцип понятен. Скена имела расположенную под углом деревянную крышу. И сейчас можно увидеть отверстия, предназначенные для закрепления этой деревянной конструкции. Помимо сохранившейся скены, театр известен также своей великолепной акустикой. При строительстве театра было важно учесть место и погодные условия, такие как направление ветра, температуру, влажность воздуха и давление, которые влияют на распространение звука. Также для того, чтобы обеспечить правильное распространение звука и разборчивость речи, избежание эха и одновременно усилить звук, было важно выбрать правильную форму театра, а также материал оркестры и скены, от которых отражался звук, и то, под каким углом поднимали зрительские ряды. Театр Аспендеса обладает одним из лучших среди античных театров акустическими показателями. Секрет кроется, в частности, в выборе углов наклона Кавея. До диазомы он равняется 30 градусам, а выше диазомы – 38. Эта, а также архитектура скены и оркестры способствует усилению звука. Проведенные тесты показали, что практически никому из зрителей в театре не мешало эхо. За исключением разве что зрителей, которые занимали ряды в середине верхней части Кавея, вот здесь. В этой области задержка могла составлять около 50 миллисекунд. Другой важный показатель – это Speech Transmission Index, или индекс качества передачи речи. Здесь значение может колебаться от нуля, что очень плохо, до единицы – очень хорошо. А вот в этой, более развернутой таблице, приведено соответствие уровня STI к проценту расслышанных согласных слов и целых предложений. В театре Аспендеса STI замеры дали прекрасные результаты. И что примечательно, значение является почти одинаковым для различных точек. Иначе говоря, всем зрителям было одинаково хорошо слышно актеров. Так, девятый ряд нижней Кавея и седьмой верхней дают практически идентичные результаты в 0.78 и 0.79 STI, что опираясь на шкалу является замечательным показателем. На одной из улиц, ведущих в верхний город, можно увидеть арку. Вероятнее всего, она была посвящена императору Адриану, который посетил большинство городов этого региона. Части подобной разрушенной триумфальной арки, посвященной Адриану, есть в Фазелисе, который он посетил в 131 году, путешествуя по Папфилии. Арку открыли сравнительно недавно, в начале 90-х годов. Вот как это место выглядело раньше. А вот как после проведенных раскопок, в ходе которых был снят слой земли толщиной почти в 2,5 метра. По центру улицы, ведущей от арки к блюфтерию и площади, проходит канал для сточных вод или, если угодно, канализация. Канал выполнен из тщательно обработанных прямоугольных блоков, что указывает на то, что в городе существовала система дренажа. А гора или рыночная площадь располагалась в центре города и имела прямоугольную форму. С восточной стороны ее пространство ограничивалось базиликой, с западными торговыми помещениями, а с северной – нимфеумом. С западной стороны гора ограничена так называемыми магазинами. Это торговый ряд с 12 отдельными помещениями. Никаких подробных сведений про этот объект найти не удалось, но можно предположить, что эти помещения могли иметь два этажа. В стенах имеются отверстия, предназначенные для установки деревянных перекрытий. Нимфеумом называлось строение с источником воды. Его всегда старались украсить. Часто в нимфеумах можно увидеть ниши, предназначенные для статуй, и колонны. Оно могло иметь один или два этажа, при этом нижний часто облицовывался мрамором, а верхний штукатурился и украшался рисунками. От нимфеума в Аспендосе осталась лишь стена длиной около 30 метров с 10 нишами для статуй. Как вы видите, этот нимфеум был высотой в два этажа. Здание датируется годами отправления императора Адриана до Септимия Севера. Раньше в этих нишах располагались статуи императоров, их супруг, а также известных горожан, которые финансировали постройку фонтана. Также фасад был украшен колоннами. А по бокам располагались ниши для статуи. В нимфеуме жители могли набрать воды, и с утилитарной точки зрения ту же функцию мог бы выполнить любой резервуар. Но это всегда приятно, когда помимо всего прочего еще и красиво. Нимфеум Антонина в Салагасасе дает отличное представление о том, как это могло выглядеть в прошлом. Вода в Нимфеум поступала из Экведука. Далее она накапливалась в резервуаре, находившемся вдоль западной стены базилики. И, судя по всему, даже частично под самой базиликой. Здания базилики Нимфеума почему-то иногда путают. Давайте разберемся. Это Нимфеум. У него только одна стена, а это базилика. Благодаря сохранившимся стенам высотой 15 метров строение доминирует над всем Акрополем. Как мы знаем, античная базилика – это зал с колоннадой, главное гражданское здание городов римской античности. Тут оглашались постановления властей, осуществлялось судопроизводство и проводились торговые операции. А также происходило свободное общение. Если вы вспомните другие римские базилики, то вас может смутить форма базилики в Эспендосе. Она совсем не похожа на римские. Тут нет колоннады, здание слишком квадратное и короткое. А ведь, как говорил Андрей Конников, базилика – здание протяженное. Дело в том, что то, что принимается за базилику – это не вся базилика, а только ее часть. Мы видим четыре стены прямоугольного зала, который был расположен в северной части здания. И он действительно почти квадратный – 15 на 20 метров. Внутри северного зала на восточной и западной сторонах имеются по три ниши. Предполагается, что в нишах располагались статуи, например, статуи императора Адриана. Но где же наше протяженное здание с колоннадой? Давайте взглянем на план. Вот северный зал, а это – западная стена базилики. Она тоже сохранилась, хотя и не так хорошо. В зале с северной стороны была одна арка, а с южной – три. Они-то и вели в основной объем базилики. Таким образом, целиком здание базилики имело около 100 метров в длину. Надо отметить, что для такого скромного по населению города базилика была очень большой. Неровность рельефа самого холма добавила сложности при постройке базилики. Переменную высоту пришлось в некоторых местах компенсировать с помощью фундамента. Восточную сторону, похоже, поддерживают сводчатые помещения. Их предназначение, а также то, насколько далеко они уходят под базилику, выяснить не удалось. Уж больно подозрительные звуки оттуда доносились. У западной стены базилики располагается длинный резервуар, куда попадала вода из немфеома. Часть этого резервуара даже находится под базиликой, благодаря сводчатому фундаменту здания. Экседра находилась в конце дороги, ведущей от южных ворот. По всей видимости, это была отдельно стоящая Экседра. До наших дней дошли только стены, формирующие полукруглое пространство. Накрывавший строение полукупола обрушился. Несколько ниш внутри были предназначены для статуи. Экседра была публичным пространством, доступным для горожан. В ней собирались ораторы и философы для бесед, чтений и дискуссий. Поэтому вдоль стен в Экседре размещались скамьи. Но тут они, к сожалению, не сохранились. Булефтерия являлся муниципальным зданием, где заседал городской совет. Он мог иметь круглую форму, как тут, сейчас вы видите его с внешней стороны, или прямоугольную форму, как например булефтерия в Приене. Внутри были ряды сидений, а само здание часто было крытым. Размеры булефтерия в Аспендосе составляют примерно 30 на 40 метров. Его, кстати, иногда называют Адеоном. Однако в Аспендосе это было в первую очередь административное здание. Что, впрочем, не отменяло его возможности использования в качестве Адеона, небольшого театра, предназначенного для поэтических, музыкальных и певческих представлений и состязаний. Сидения и крыши, по всей видимости, были деревянными. На северо-востоке, на самой высокой точке холма, был расположен храм. Предполагают, что он на 400 лет старше, чем театр и другие постройки римского периода, то есть относится где-то ко II-III веку до н.э. Посвящен он был Артемиде, но это не точно. Храм состоял из Теменоса, внутренней культовой площадки рядом со святилищем, и Науса, или Келла. Здание было построено из блоков конгломерата и известняка. Сейчас от храма можно увидеть только фундамент с тремя ступенями. В северной части здания имеется небольшое возвышение. А с южной ранее располагались две дореческие колонны. Вот план храма и вероятная реконструкция внешнего вида. У северо-восточной стороны холма находится стадион. Очерта нелегко угадываются, хотя от самого сооружения почти ничего не осталось. Его длина составляет 220 метров. А это в два раза меньше, чем длина цирка в Риме. Устраивались ли тут забеги колесниц, точных данных нет. Вместимый стадион оценится в 10-12 тысяч. Сами трибуны не сохранились. Можно увидеть лишь остатки сводчатых конструкций, которые их поддерживали. Существует предположение, что с западной стороны в подтрибунных помещениях могли располагаться магазинчики и лавочки. А это восточные трибуны. Тут также, по всей видимости, были достаточно большие подтрибунные помещения. Субтитры создавал DimaTorzok На этом обзор Аспендаса закончился. И сейчас я хочу поделиться с вами несколькими практическими советами по посещению достопримечательностей. Я не претендую на истину последней инстанции, но это то, что я сама бы хотела знать до поездки в Аспендас. Информацию о том, сколько стоит вход и как добраться до Аспендаса, я оставлю в описании к видео. Там ее можно будет поддерживать в более-менее актуальном состоянии. Кстати, если вы уже посетили Аспендас, пожалуйста, напишите в комментариях, как вы до нее добирались. Итак, самый важный вопрос – это сколько понадобится времени. Это напрямую зависит от того, насколько тщательно вы хотите осмотреть руины и что именно посмотреть. Театры постройки Акрополя расположены достаточно компактно. Если постараться, то оббежать все можно буквально за час. Но лично у меня на все про все ушло около 6 часов. Однако это с учетом посещения моста, театра, Акрополя и Акведука, включая Северную башню. При этом стоит оговориться, что у меня была машина, что очень сэкономило время, особенно в том, что касается Акведука. А по руину на холме я намотала около 6 километров. По крайней мере, так сказал телефон. Что стоит учесть? Мост расположен южнее Аспендаса. Это около 40 минут пешком в одну сторону. На посещение руинбани гимназии, если считать от входа музей, идет еще минут 20-30. Акведук. Акведук состоит из трех частей – южной башни, моста через долину и северной башни. Для его посещения, кстати, билет не нужен. До южной башни Акведука придется пройтись еще минут 20. Дело в том, что спуск с холма только один – там, где был вход в музей. Так что холм придется обойти – или с севера, или с юга. Кстати, у южного и западного склона холма имеются родники. Сейчас там присутствует современное благоустройство, но это именно те источники, которыми пользовались в древности. К сожалению, у меня не хватило времени, но мне кажется, было бы интересно их поискать. К мосту, который поддерживал трубу сифона Акведука, можно пройти от южной башни. Правда, придется пройти через чей-то двор, а потом еще немного продираться через кусты. Или можно объехать по дороге. От южной до северной башни еще около 20 минут пешком. И, честно говоря, мне кажется, туда уже вообще мало кто добирается. Так что, если подытожить, то на осмотр Акведука без северной башни уйдет еще один час. Надеюсь, теперь вы можете примерно прикинуть, сколько времени уйдет на осмотр Аспендеса. И следующее, что стоит учитывать, это жару и солнце. Тут очень жарко в летние месяцы. И даже если прогноз погоды обещает облачность, все равно лучше сразу приготовиться к жаре за 30 и палящему солнцу. Так что головной убор это must have. А тени там практически нет. Точнее, она, конечно, есть, но если вы осматриваете руины, то будете гарантированно находиться на палящем солнце. Это стоит учитывать. Еще, мне кажется, хорошая идея наличие обычного зонта. И он у меня с собой был. Но так как руки были заняты камерой, я решила, что справлюсь и так. И в целом справилась, хотя вечером из-за перегрева было все же плоховато. Водой лучше запастись заранее. Я бы в следующий раз брала большую бутылку на полтора литра. У входа в музей есть кафе-магазинчик, но там все довольно дорого. И не просто дороже, а дороже в разы. Хотя там все же можно что-то купить, так как этим вы поддерживаете музей. Обувь. Я была в кроссовках. Основные натоптанные дорожки позволяют гулять в любой обуви. Но если вы захотите немного отклониться от маршрута и полазить по развалинам, то лучше предпочесть шлепкам и садалям что-то более устойчивое и закрытое. За пределами основных дорожек очень много камней и щебня, а песок и мелкие камешки постоянно засыпаются в обувь. В следующий раз, даже с учетом жаркой погоды, лично я предпочту трекинговую обувь. Надеюсь, все советы были полезными и сделают ваше посещение Аспендеса более комфортным. Если у вас появятся другие вопросы, я с удовольствием отвечу на них в комментариях. Спасибо, что посмотрели видео. Подписывайтесь на канал. Ну и не забывайте, что будет еще вторая часть про акведук Аспендеса. Субтитры сделал DimaTorzok